В Брюсселе снова ломают голову, как решить проблему с беженцами. В эти минуты там на очередное экстренное заседание собираются министры внутренних дел стран Евросоюза на повестке укрепления внешних границ и возвращения на родину тех, в чьих странах не идет война. По данным британских СМИ, еврочиновники готовы выделить африканским государствам почти 2 миллиарда евро, чтобы они приняли обратно своих граждан. Ведь только за октябрь Средиземное море пересекло рекордное количество людей, почти 220 тысяч. В то же время и 160 тысяч беженцев, которых планировали равномерно распределить по странам ЕС, удалось переселить лишь 100 человек. Процесс буксует из-за бумажной волокиты и сопротивления на местах. Напряжение нарастает. Швеция требует забрать у нее более 50 тысяч беженцев. Жилья на всех не хватает. А в Прибалтике многие называют прибытие новых соседей вторжением. Подробности в репортаже Дмитрия Новикова. Поселок Муценики. Один из центров для беженцев под Ригой. На территории оставшейся с советских времен воинской части, где даже сохранился барелев Владимира Ленина, латвийские власти планируют размещать новых эмигрантов. Ожидания от предстоящей встречи с беженцами у местных жителей неоднозначные. Будем жить дружно. Страшно будет жить. Очень страшно. Тем более, что они не проверенные, а просто подобранные, которые убежали отовсюду. В Латвии, несогласные с миграционной политикой правительства, на митингах у дверей парламента пытаются донести свою точку зрения до властей. Вы не понимаете, что прибытие к нам африканцев и азиатов – это, по сути, уничтожение нашего народа? Здесь больше протест не из-за нежелания гуманитарно помочь людям, и понимая сложную ситуацию, а все-таки, скорее всего, из-за боязни, то, что это ляжет на плечи и так бедного населения Латвии. В Эстонии, в ожидании прибытия сотен беженцев из Ближнего Востока, на митингах и акциях протеста, лидеры общественной организации «Стоп миграции» в срочном порядке собирают подписи. Требования к эстонскому правительству одно – миграционную проблему без общенародного референдума не решить. Правительство Польши нас не слушает. Она не делает, что мы хотим. Она делает, что говорят большие посты из Брюссона, Вашингтона. Так и есть. Митингующие уверены и грядет вторжение мигрантов, носителей совершенно другой, неевропейской культуры. Необходимо срочно принимать меры. Иначе, как заявляют представители Балтийских ультраправых организаций, благодаря бюрократам Евросоюза, нашу Родину будет не узнать. Это колонизация Европы. Когда Европу колонизируют другие народы, но без танков и без автоматов. Я себе не представляю, как вот африканцы или там азиаты может стать, скажем, европейцами и защищать наши ценности. А это уже акция протеста в Вильнюсе. Литва после долгих переговоров с Брюсселем согласилась принять в своей стране по сравнению с Эстонией и Латвией больше всего беженцев. Речь идет о предоставлении убежища одной тысячи эмигрантов в течение двух лет. Но это никак не успокаивает местных национал-радикалов. Долой правительство Литвы! Долой правительство Литвы! Пока же в Латвийском центре по приему эмигрантов муценники уже живут, ожидая получения статуса беженца меньше ста человек. Выходить из Афганистана Камран только что вернулся в свой, как он говорит, новый дом с занятий в одной из школ в Риге. Тут все хорошо. Латвия хорошая, все люди хорошие. У нас тут беженцы из Ирака, Сирии, Афганистана, Курды и Арабы. Все мы хотим одного – остаться в Евросоюзе. Правда, жизнь в том, что мы пользуемся поддержкой Европейского Союза. Поэтому, если быть справедливыми, то надо тоже об этом помнить. И быть солидарными с теми людьми, с теми государствами, на которых пришелся, ну, так скажем, удар эмиграционной волной. На реализацию плана по приему беженцев правительство Латвии, Литвы и Эстонии готовится потратить более 20 миллионов евро. Значительная часть средств пойдет на организацию так необходимого, как подчеркивают балтийские политики, межкультурного общения. Дмитрий Новиков, Иван Романов и Андрей Портнов. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова